Я скажу, что я-то принадлежу к оптимистам, поэтому и стихи, и песни я пишу такие, которые за Россию. Край Березы, в свое время написанный для Пьехи. Служит России, которая стала сейчас гимном нашей армии. Служит России, суждено тебе и мне. Вот она во время парада звучит. И с Паулса мы сейчас написали песню «Царевна Родина». Тоже о России, очень красивая песня. Вот, поэтому я, конечно, верю в будущее России. Я очень переживал, когда создавался гимн. В свое время, долгая история со Старковым в аргументах и фактах, мы объявили конкурс на лучшие стихи, на музыку Глинки. И пришло около 500 вариантов, включая Евгения Евтушенко, Римочка Казакова написал, а я написал два варианта. Вот. И да, и мы еще с Пугачевой написали. У нас была песня «Вскупимся на любовь». Она говорит, «Тех, кого нет, с нами будем». Вот. И она мне говорит, давай напишем вариант. И мы написали. «Страна моя, да-да-да, Россия, славь себе как». И она полгода звучала на ТВ-6. Вот по утрам неутвержденный такой гимн звучал. Вот. И когда решили, что это будет не Глинка, на Глинка я написала, а ансамбль МВД до сих пор, в общем, поет, как песню России, не как гимн. «Славься Русь, страна моя родная». Вот. И даже на тот, на ту мощную александровскую музыку, которая соответствовала, конечно, тому государству. Мощному, тяжелому, но грозному. Вот. Я тоже написал четыре варианта. Ну, писал Шаганов, писали поэты, Сергей Владимирович Михалков, конечно. Вот. И кончилось тем, что сделали компиляцию из разных вариантов. Не знаю, что от Шаганова осталось, но мои две строчки в этот гимн вошли. Это славься. Сейчас, сейчас, сейчас. А славься страна, мы гордимся тобой, моя строчка, и первая строчка гимна. Вот. Вот и все. Потому что я считаю все равно, я считаю, что гимн – это объяснение в любви к роде. Это не может быть такое, какое-то, как музыка, маршрульная. Музыка. Вот. Вот. Я люблю тебя, Россия. И считаю, это гимн. Я тебя люблю, тебя, Россия. Да? Или Боже, Царя, храни. Боже, Царя, храни Россию. Это ближе все-таки. Потому что, когда, когда руку на сердце кладешь, ты не будешь говорить, что предками данная мудрость народа. И вот сейчас наши люди вот с трудом привыкают к этому. Хотя он давно. С трудом. Я говорю, вот, там плачут спортсмены. Сегодня не плачут. Спортсмены не плачут. Футболисты, слава богу, начинают чего-то петь. Тоже с трудом. Вот. Хотя стадион в эйфории, в кайфе, поет. Вот. Так что привыкают даже вот к такому варианту. Спасибо. 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 Спасибо.